В рамках третьего международного фестиваля, посвященного поэту Серебряного века Велимиру Хлебникову в Запорожском дворце культуры имени Кирова состоялась премьера супероперы, связавшей время с пространством, на музыку Вадима Ларчикова. Оригинальное прочтение поэтического наследия великого поэта, для которого героями произведений были слово и время, видела Галина Знаменская. Велимир Хлебников – яркий самобытный поэт, вошедший в историю мировой литературы как один из основателей футуризма. В начале 20-го столетия, так называемом Серебряном веке русской поэзии, это направление было очень популярно и объединяло многих известных литераторов, художников, композиторов. Философско-математические изыскания и слова стали основой его творчества. Через время зафиксированное словом и превращенное в пространственный объект осуществлялось для него философское единство. Третий международный фестиваль, посвященный Велимиру Хлебникову, объединил почитателей его поэзии из разных стран мира. В этом году в рамках фестиваля проводятся конкурсы поэзии, рисунка, круглые столы, мастер-классы, в которых принимают участие известные литературоведы. Велимир Хлебников – это действительно гений. Безусловно, об этом знает весь мир, все литературоведы, все художники, все поэты. И мне он очень интересен, мне он близок по духу. Я, наверное, ни один учебный год не проводила без того, чтобы не процитировать хотя бы одно стихотворение Велимира Хлебникова. Сегодня авангардизм в искусстве объединяет молодежь многих стран, уверен профессор словистики Амстердамского университета Вильям Вертстейн. Перевод поэзии Хлебникова для него трудное, но очень интересное занятие. Мне кажется, что такие поэты-писатели, которые действительно что-то важное говорят, они вечные поэты-писатели, а так они подходящие для всякого времени, можно сказать так. Одна из основополагающих идей творчества Велимира Хлебникова заключалась в том, что невозможно глубоко познать изнутри западную культуру, если не войти в мир ценностей Востока. Диалог различных регионов мира, эпох и народов приближает людей к решению кардинальных жизненных проблем, уверен член жюри конкурса украинских хайку, аспирант токийского университета Сатото Каюки. Его смелый опыт, смелый эксперимент, который даже, наверное, русскому читателю тоже очень сложно понять. Это, наверное, вдохновили тогдашних японских поэтов и писателей. Музыкальная композиция «Связавшие время с пространством» – это тоже эксперимент симбиоза музыкального импрессионизма и футуризма в поэзии. Где шумели тихоели, где баюны крик пропели, пролетели-улетели, стая лёгких времерей. Творчество Велимира Хлебникова своей оригинальностью вдохновляет многих композиторов облечь стихи в музыкальное обрамление.